Мам, а тебе когда на смену-то? Завтра. Сегодня хочу в доме порядки невести. Спасибо. А твоя подруга ждёт меня? Ирина Михайловна? А то, сказала, сама у тебя рода принимать будет. Чё-то я боюсь немного. Девчонки на фабрике говорят, что ужасно больно бывает. Не настраивай себя раньше времени, а? Ты о ребёночке думай. Тогда мысли дурные в голову лезть не будут. Чё ты сразу завожусь? Я ничего такого не сказала. Ничего я не завожусь. Фитанцию он сегодня со свет принесли, уплатить надо. А Андрей, может, сегодня зарплату получит? Хорошо бы. А то в доме почти пусто. Они деньги все на еду уходят. Хорошо, хоть у тебя столовая на фабрике работает. Может, я получу на днях? Знаешь что, мы договорились. Ты свои деньги на ребёночка откладываешь. Договорились. О, Андрей. А то я не слыхала. Бегёшь. Пошла я. Давай, счастливо. Ты смотри, там цеху тяжёлого не поднимай, слышь? Да знаю, знаю, мам. До вечера. До вечера. Осторожно, осторожно. Всё, всё хорошо? Ага. Как самочувствие? Хорошо. Тебе уже, конечно, в декрет пора? Да ничего, я ещё поработаю. Да? Да, правда, не переживай. На работе за парка конкретно. Один грузовик не выехал. Наверное, придётся отдуваться за двоих. Андрёш, ты не забудь у бригадира насчёт зарплаты спросить. Ну, конечно, спрошу ещё бы. Ну, давай. Я тебя люблю. И для тебя. Береги малыша. Ага. А почему это малыша? Может, там девочка? Опять 25. К слову, пришлось. Мальчик, девочка, любить буду одинаково. Точно? Да. Главное, береги. Всё, люблю тебя. Давай. Давай, осторожней будь. Хорошо. Вер, пойдём. Да иду я. Вер, ну пошли. Иду, говорю. Ну, что ты? Вер, а ты на втором курсе института проснулась. Я уже на третьей домой перешла. А специальность какая? Художественное моделирование. А ты чего вдруг, Снежана? Не вдруг. Не всю жизнь мне в подушке шить. Я поступать хочу. Ой. Что с тобой? Ничего, нормально. Пустяки. Пустяки. Тебе в декрет пора. А то родишь без отрыва от производства. Тоже мне. Шутница. Что я юмористка. Я по собственной воле, что ли, на последних сроках работаю? Думала, хоть копейку ещё на ребёнка заработать. Андрей как? Андрей как? Работает. Как все. А денег всё равно не хватает. Да. Сейчас хорошо живётся только спекулянтом торгашам. Окупировали рынки. Может, мне правда сегодня заявление написать на декретный отпуск? А то так на самом деле рожу без отрыва от производства. Между шитьём и намоткой шпулек. Ой. Не поняла, кто план будет выполнять. Вы что себе думаете? Кирилыч! Кирилыч! Андрюха, эти закончат, ещё сделаешь две ходки. А как две? Ты и так зашиваешь. Мне ещё к автобазе в щебе не везти. Ладно. Когда деньги будут? Откуда я знаю? Сказали, на следующую неделю. Как на следующую неделю? Обещали сегодня. Я уже забыл, как деньги выглядят. Ну, хочешь, я тебе их нарисую. Мне семью кормить нечем. Так. Ну-ка, втроём за мной. Тогда и сюда, а. Такая... Постройная. Давай быстрее. Ты чем у меня того осталось? Ну, спешить некуда. Как платят, так и работает. Сюда иди! А мы чё стоим? Начальник, ты что стоим? Андрюха, ты? Влад. Привет. Привет. Какими судьбами? У меня тёща здесь недалеко живёт. Вот. Сколько не виделись? Года три? Ну, плюс-минус. Ты как? Я вижу полный фарш. По малёху. Вот взял ласточку с нуля. Красавец. Да. Весь. Или. А ты как, баранку крутишь? Ну, не всем же в Рокфеллерах ходить. Ясно. Дела не фонтан. Если честно, я не знаю, как семью тянуть. Андрюха, а хочешь по старой дружбе? Дам за работу. Да. Здесь у меня товар ходовой. Можно толкнуть, поднять неплохо. Шмотки. Интересно? Интересно. Ну, так прыгай в тачку, раз интересно. Андрюш, а ты с Бригадиром ещё с зарплатой разговаривала? Опять задерживает. Может, на следующей неделе. Плохо дело. А я сегодня ещё в декретный выпуск ушла. Давно пора. Нечего рисковать. Точно. Ты о чём думаешь ты весь вечер? На работе что случилось? На работе не. В общем, я решил в выходной попробовать поторговать на рынке. Меня товар ходовой предлагают. Ну, типа спекульнуть. Спекулянты решил поддастся. Спекулянты решил поддастся? Хоть и в спекулянты. Хуже не будет. Одноклассника моего Влада, помните? Ну, на свадьбе ещё туфлика у тебя. А, да, такой пронырливый, да? Да. Я его сегодня встретил. Такой беловой. Новая девятка. Возит джинсы большими партиями для торгашей. А мне предложил по старой дружбе в долг джинсы на продажу. По хорошей цене. Ну, какой из тебя торгаш? Ты за рубль возьмёшь и за копейку продашь. Лера, скажи ему. Мам, погоди. И что, он тебе в выходные джинсы даст для продажи? Ну, я прикинул, без Налара не останусь. Тяжёлые сейчас времена. Шанс заработать. Нравится нам это или не нравится, надо попробовать. Чё сидеть-то? Чё сидеть-то, чё сидеть-то? Чё сидеть-то. Кוю. Чё сидеть-то, чё сидеть. Чё. Чё сидеть-то с тобой. Это, про В TU, doch. Пекабль здесь. Смотри-то. Смотри, какой у меня стоит. Смотри-то. Я стою лучше. Ониra откровали teu. Смотри-то. Смотри-то, мой отец. Девочки, да, да. А можно посмотреть? Это хорошая. Тебе какую бы очень нравится? Ну, реклама, не забываешь. Ай, давай посмотрите. Это же... Фирменные? Ну да, все как надо. Лейбл, прострочка. Это женские, это мужские. Прострочка хорошая. Это еще как раз ваш размер. А сколько стоит? Понравились? Да. Старгуемся, дешевле не найдете. Я вам скидку хорошую сделаю. Класс. Берете? Да. Здравствуйте. Боже мой, Миша, привет, сто лет. Да, не виделись давненько, учеба много времени занимает. Да. Вам не выходило? Нет, а что? Та сказала, чтобы я сюда подошел. Ну, так сейчас подожди. А Вере привет передадите от друга детства-то, а? Весело было, когда мы по соседству-то жили? Да уж, не поседы те еще были. Передам, конечно. Ой, Мишенька. Привет. Ой, как ты быстро обернулся. Привет, мам. Ты чего-то звонила? Мне через час на тренировку. Миш, у бабушки опять ноги разболелись. Нужно к ней съездить, лекарства отвезти и спросить, может быть, что надо. Спрошу, все? Все. Окей. На тренировке будь поосторожнее. Хорошо, папа. Здрасте, отцы. Ты знаешь, он не такой хороший, добрый, отзывчивый, а вдумчивый какой. Да весь мать. Да. Здравствуйте. Здравствуй, милая. По-моему, скоро. Да. Ну так что, мы ждем. Давай ее оформляй к нам быстрее. Ну. И я про то. Ну, побежал. Давай. Зава. Строчка добротная. Хороший товар, не пожалеете. Сейчас проверим. Давайте. Ну как? Неплохо. А в любой мастерской вам длину укоротят. Ладно, мы покупаем. Спасибо. Спасибо, что купили. Спасибо и вам. Спасибо. О, ты еще не торговал? Спокойно, жена. Уже. Что уже? Все. Все распродал. Да ладно. Да. Ирунь, мы на коне. Тут в конверте. Деньги Влада за товар. И почти столько же нам. Ты молодец. Деньги целая куча получилась. Пойдем. Нам новую. Что, нам новую хватит? На то. Да, давай. Заби. Зря. Что, что меня не поддержало? Да. А вот и Влад. Сейчас, погоди. Привет. О, привет. Здрасте. О, а я и не знал. Мальчик, девочка. Хороший вопрос. Мнения расходятся. Ну, как там, Андрюх? Вот, за все. Сначала даже как-то нервничал, а потом азарт появился. Молоток. Есть тебе торгашеская жилка. Слушай, Влад, а я бы еще в долг взял. Раза в два, больше. Да хоть в три. Просто у меня денег свободных нет. Можно только за свои. А, сколько надо? Тысяча долларов. Минималочка. Ого. Серьезно. Где же такие деньги взять-то? Я понимаю. Но время такое, крутиться надо. Навар хороший. Я б тебе скидку сделал. Денег бы поднял немерено. Ясно. Ну, чао-какао. Будут деньги, звони. Давай. Как детей делать, я знаю. А где денег взять, я не знаю. Ируль, погоди. Я кроватку спрячу и помогу тебе. Я достаю. А вы что, тоже? Тоже только пришли? Ага. Я со сменой. Ирина твоим здоровьем интересовалась. Мишка, привет передавал. Добрый вечер. Добрый. Спасибо, мам. Ну как торговля, спекулянты. Андрей хоть что-то заработал? Ты как думаешь? А что думаю? Ничего путного из этого не вышло. Раскусили. Торгаш из меня никакой. Андрей, ну ладно, давай показывай. Мам, только не падай. Мы много заработали. Кроватку уже купили, еще деньги остались. Да ну. Нам поговорить с тобой надо. Маме-то ничего не купили. Ты... Мама! Сколько, сколько? Мам, ну я же тебе говорю. Тысяча долларов нужна. Фух. Откуда ей взять-то? Я этих долларов в глаза не видала. Ну вот. Я согласен, что сумма не маленькая, но и заработок будет соответствующим. Да. У меня у знакомых таких денег нет. Все, совещание закончено. Пошли ужинать. А наш сосед, тетя Ваня Пунтиков? А что Пунтиков? Ну как что? Он, на секундочку, директор завода. Я слышал, что его сын дает подпроценты. И что? Вас они уважают, вам не откажут. Вера говорила, что вы даже когда-то встречались с этим Иваном. А знаешь, что поговорка говорит? Протягивай ножки по одежке. Мам, эти джинсы стопроцентная выгода. Влад сказал, что с деньгами проблем не будет. Он нам самый ходовой товар даст. Вера. Не знаю. Да ну, господи, что тут думать, е-мое. Такой шанс раз в жизни бывает. Ладно. Значит, штуку хотите взять? Ну да. Ну, колхоз дело добровольное. Условия простые. 15% от суммы ежемесячно. Прости, сколько? Все нормально. Это стандартный расклад. Сейчас все на таких условиях дают. Да нет, ну, по-моему, как-то очень много. Вы, короче, подумайте хорошо. И предупреждаю сразу. Здесь не сберкасса. Я не лох. Если выплат не будет вовремя, нарисуются конкретные проблемы. Ясно? Ясно. Подумайте. Я думаю, что нам нужно дома еще раз все обсудить. Подобрать деньги. Я все отдам за пару месяцев с процентами. Ты уверен? В легкую, уверен. Здравствуй, Иван. Здравствуй, Иван. Каким ветром? Да вот, дятем, сыну твоему. Да, пап, они ко мне, по бизнесу. Понятно. Ну, что ж, рад был повидаться. Короче, лаве обберете или нет? У меня через час стрелка. Просто так времени базарить нет. Ну, да, берем. Да? Берем. Лады. Вот штука. Я вас очень прошу, расписочку мне, пожалуйста. Черканите. Субтитры сделал DimaTorzok Мам, не спишь уже? Доброе утро. Доброе. Андрей уехал? Да давно уже уехал на работу. Ты что-то сегодня спишь долго. А спишь тут? Всю ночь ворочалась. Под утро только задремала. Места себе не нахожу. Шутка ли такие деньжищи на шею себе повесьте? Мам, ну что ты волнуешься? Все хорошо будет. Андрей вон с братом договорился. Так тот приедет вечером, перегрузит джинсы. А потом он пойдет в выходной и будет торговать на рынке. А ты бы, может, Ирине показалась сегодня? На днях покажусь. Мне вон еще платья надо шить. Для подружки. Господи Боже. На работе карбацовас теперь дома тебя находят. Все своих подруг обшиваешь. Хоть бы кто спасибо сказал. Мам, да говорят, говорят спасибо. Тебе решать как хочешь. Там завтрак на столе. Ой, мама. Что такое? Ой. Что такое? Ой, стих, стих. Что? Да скорую вызывай. Что, что? Что? Вызывай, говорю, звони в скорую. Господи Боже мой, дошила сговорила же я тебе. Ой. Все хорошо, все хорошо. Татьяна, давай тебя уже пить. Ой, раньше как было. Надо было еще утром к тебе. Боже мой, Боже мой, все будет хорошо. Не переживай, Верочка, все будет хорошо, дорогая. Девочки, чего так медленно? Ну что вы, принцессы спящие? Что вы, сонные красавицы? Интернатуры в последний день. Думаете, как черепать можно? Быстрее, давайте, давайте. Аня, все, все, а дальше мы сами. Еще пару минут, и я бы отчалил. Машину не могли завести. Брата моего помнишь? Степан. Привет. Ну что, вступаешь в наши ряды? Я бы зря не звонил. Ровно тысяча в твердой капусте. Пусть это хорошо. Лишь бы кролики мне не водились. Забирай, все твое. Фирма? Или. Ну что, стоишь, поехали. Толкнешь? Да. Ой, прости. Все. Будь здоров. Что так долго? Двойную работу пришлось делать. Не поняла. Ни одного ребенка твоя Верочка родила. Двух. Две девочки-близняшки. Поздравляю, бабушка. Близняшки? Ничего себе. Ну, надо идти, идти отдыхать. Она до утра проспит. Кесарева под общим наркозом делали. А с девочками все хорошо. Отдыхай. Ой, да Вера. Двойняшек. Значит, Андрюха решил спекулянку податься. А я вот за вода не ногой. У вас хоть зарплату платят? А у меня уже второй месяц шиш с маслом. Ищу варианты, брат. Поздравляю. Спасибо. Алло. Алло. Алло, Андрей. Слышишь? Ну, и где это вы с Верой ходите, а? Весь товар уже в доме. Шмотки в яблочках. Да не до того сейчас. Вера родила. Уже? А кто родился? А как она? Алло. Алло, мам. Плохо слышишь? Родила, говорю. Поздравляю. Давай. Поговорил. Господи, 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 Господи. Так что, Верка-то родила? Можно поздравить? Да, вроде. Ну, так молоток, Андрюха. Поздравляю. Что-то получается. Я теперь что, отец, да? Завтра первым делом будут дом. Ответь, жената! Близняшки, это очень даже хорошо. Будут друг друга все время. Поддерживай. Кстати, я билет взяла на вечер, уезжаю. Прощай, интернатура. А я утром думаю, достала все. Еще бы. Но главное, куда пошлют. Моя цель – столица. Да ладно, коллега, это и моя цель. У меня билет на утренний поезд. Да ладно. Я тебя догоню. Да. Ах! 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 Да! Все, Андрюха! Уехал! Буду с заколоками домой добираться. Ну, давай, брат. Может, еще пополста? Нет, все, баса, хорош. Вот она, отец. Далька. Давай. Удачи. Далька. Отец. Далька. Красавицы мои. Такие хорошие. Чучуковые. Аня, твои соседи звонили. Беда. У тебя дом калит сильно. Гражданка, стойте. Андрюшенька. Туда нельзя, там крыша может отвалиться. Там, мне зять, там, мне зять, там. Морг его увезли. Какой морг? Он не мог, он в доме должен быть. Я сам его выносил, там без вариантов. Погиб он при пожаре. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Девушки отдыхают. Ужас какой. Да, Ира. Думаю, что двоих мы не потянем. В смысле, что ты имешь это? Большие деньги я осталась должна, для Андрея занимала. Так что двоих никак. Я вот что думаю. Мы одну оставим, а вторую отдадим в дом малютке. Вера под наркозом была, а двойня не знает. Аня, ты вообще понимаешь, что ты сейчас говоришь? Ты что бред несешь? Ну, знаешь, я на это и не подписывалась. А я тебе не уговариваю. Ты не должна. Я малого твоего с проруби вытащила. Сама чуть под лёд не ушла. Аня. Так. Кто знает про двойню, кто потом может об этом рассказать? Девочки интерны, они завтра уедут. А он анестезиолог. Ты его знаешь, он на своей волне, из него слова не будет. Значит, решено. Она. Прости, внучек. Сейчас в кабинет к тебе пойдём. Я от веранного имени напишу отказ. Ты подпишешь, поставишь в печать. А утром пораньше всё это и организуешь. Ты понимаешь, что назад дороги не будет? Если хоть что-нибудь выплывет, нас с тобой посадят. Аж как легко-то я приняла решение. Легко. Я ножом по своему сердцу бью. Мантика. Звозкаешь, Лиля. Ирина Михайловна, помогите, пожалуйста. Тихо, тихо, тихо. Скоро в твой новый дом приедем. Имя ей какое дали? Танечка Краснова. Танечка Краснова. Бедный ребенок. Столько в последнее время отказников, что это за мамы такие бессердечные. Правда? Правда. Все, поедем мы. Вот документы. Да, да, да. Пойдем, Калин. Субтитры создавал DimaTorzok Девочка пока побудет в детской больнице в отделении для новорожденных. Потом перевезут в дом малютки. И больше мы с тобой об этом никогда говорить не будем, поняла? Что сделано, то сделано. Ее документы подальше спрячешь. Один же. Девочка. 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 Как пустые наркозы? Нормально. Смотри, какая красивая. Я уже имя придумала. Маша. На тебя похож. Андрей говорил, мальчик, мальчик. Я знала, что девочка будет. Ой, кто такой? Я вижу, вы уже покормили. Спасибо. Мам, ты чего? Чего? Ты чего такая? Какая? Что-то случилось, мам? В общем, Вера, я хотела тебе о том сказать, но... Ну, в общем... Андрей погиб на пожаре. Вашем доме сгорел. Что? Нет. Не может быть. О, куда мне? Нет! Не хочу. Малинка. Малинка. Зак같아요. Малинка. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Эх, ты господи! Аня! Чего? Ты как? А Вера? Ведь ее на похоронах Андрея так и не было. Так в роддоме она. Ее стрельба сложная была по палате, до сих пор еле передвигается. Ой. Да и незачем. Гроб-то закрытый был. Господи! Убагон, вот уж. Ты-то себя береги. Убагон. Чего сказала? Борис, ты как хочешь, но долг отдать пока не могу. Потом отдам. Андрей, в пожаре погиб. Да мне по боку! Слышишь? Так дела не делаются. Не ехать в тебя. Раньше нужно было мозги включать. Думаешь, лоха нашла? Либо бабки вовремя, либо счетчик затихает. Спокойно, сынок. Видишь, горе у нее. И что горе? Бать, с деньгами вовращаться? Остынь, я сказал. Мои соболезнования они. Жаль твоего зятя. Слышал, Вера дочку родила. Ну и где жить-то думаете? Жить? Пока в сарае поживем, дела надо уладить, а потом к сестре поедем. Старшина одна болеет. Да. Значит так. Мой сын пойдет тебе навстречу. Проценты выплачивать не нужно. И никаких счетчиков. Понял? Ну а долг? Долг отдашь. Когда сможешь. Спасибо, Иван. Пойдем, милая. Я никак в себя не могу прийти. Как мы дальше жить-то будем, мам? Как-то будем. Месяц прожили и дальше проживем. Пойдем, милая. Едем, милая. Едем, дорога дальняя. Ч-ч-ч-ч-ч. Как применится по машине. Выдержит дорогу. Маша выдержит. Поест, потом опять поспит. Давай, Степан. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Хорошо. Еще давление у меня до 200. У вас гипертония. И, судя по ЭКГ, развивается сердечная недостаточность. Плохо дело, да? Да я вам сейчас выпишу таблеточки, будете принимать. Главное, чтобы не скакало давление. Вот 140 на 90 – это ваш максимум. Так что следите за этим. А таблеточки помогут? Если не будете нервничать. Ну, судя по всему, вы долгое время находились в состоянии постоянного стресса. Кто сейчас без стресса? Это вопрос риторический. А вот на фоне гипертонического криза часто случается инсульт или инфаркт. Это опасно. Запомните, постоянный стресс – это всегда проблемы со здоровьем. Вы говорите, стресс. Знали бы вы, что мне пришлось пережить. Большие долги на мне висели. Очень большие. Еле отдала. Голода или даже. Я из-за этих долгов одно дело нехорошее сделала. Очень нехорошее. Это вы о чем сейчас? Да ничего так. Извините. Зачем он и вам? За таблеточки спасибо. Спасибо. Строимся. Строимся. Где Таня? Таня, бегом строимся в колонну. Весь класс тебя ждет. Я сказала, бегом. Я не могу быстро. У меня нога болеет. Подумаешь, неженько. Покажи, что-то. Так, встала в строй. Вернемся, отведу к медсестре. Подумаешь, мозоль натерла. Так, дети. Машины на перекрестке пропускаем. Пешеходов не толкаем. Все ясно? Да. Я не слышу, ясно? Да. Шагом марзом. А я сегодня рисовала домик. Солнышко, небо. А в небе маленький-маленький самолетик. Я маму тоже в детстве рисовать любила. Бабушка, а у тебя же сердце болит. Что врач сказал? Все в порядке сказал. А почему ты такая грустная? Маша, ты слишком много вопросов задаешь. Все нормально. Ну ладно, тебя лучше знать. Мозоль моя первоклашка натерла. Посмотри. Садись на кушетку, красавица. Класс как класс, а у этой всегда все не так. Ну, дети разные бывают. И что теперь? Мне что, каждому сопли подтирать? У меня их двенадцать. Не многовато ли будет? Я так считаю. Болит, не болит, зубы сцепила и вперед. А ты чего голос при детях повышаешь? Они тебя боятся уже. Это я еще не повышиваю. Это я так разговариваю. Ясно? Ты у нас здесь сколько работаешь? Несколько месяцев, да? А я, представляешь, двенадцать лет. Так вот, если хочешь год доработать, менее подход. Деловая. Угрожаешь? Предупреждаю. А если не поймешь, добьюсь того, что тебя близко к детям не подпустят. Не ты первая. Учти. Тебя как зовут? Таня. А меня и тетя Поля. Показывай свою мозоль. Ага. Туфелькой натерла. Ну, ничего, я скажу сестре хозяйке, она тебе другие подберет. Но тебе придется недельку ко мне подходить. Тань, будем лечить ножку. Хорошо. А я тебе так скажу, ты прям философ. Да кто ж спорит? Просто я никого не ищу. У меня уже был мой единственный. Понимаю. С тех пор много времени прошло, Вера. Тебе надо устраивать свою личную жизнь. Не знаю. Не знаю. А я знаю. Хочешь? Открою один секрет. Ну? Хм. Всегда где-нибудь есть непристроенный, приличный вариант. Поняла? Поняла. Ну все, до завтра. Удачного свидания. Верунчик, волнуюсь жутко. Ай, а вдруг это он? Принц в активном поиске. Опаздываю. Принц. Здорово. А это тоже ваш? Это тоже. Я часто вижу, как вы проходите мимо. Да я работаю недалеко в ателье. Я хочу сделать вам подарок. Садитесь. Я? Да. Да нет, что, спасибо. Давайте напишу ваш портфель. Спасибо, мне пора идти. А нас нарисуете? Конечно. Присаживайтесь. Двойной. Колени крепкие. Выдержь. Ха-ха-ха. Так. Доброе утро, Лера. Доброе утро, мам. Пишу вот список продуктов для Машного дня рождения. Ага. Ты торт испечешь или мне купить? Да испеку. Испеку, запишу свечи в него купить. А, точно, обязательно. А детишек? Детишек сколько будет? Машиной подружки из школы, соседские. А Машу-то пора уже будить. Да-да-да, буди-буди-буди. Она у нас поспать любит. Машу-ня, подъем, пора вставать. Машу-то пора вставать. Машу-то пора вставать. Добрый вечер. А вы мне не поможете? А то... А то трудно без натуры. Это вы меня? Ну, я пытался, но по памяти не очень получается. А можно? Вот. Так мы коллеги? Ну, почти. Я по специальности модельер-дизайнер. Не ожидал. Как вас зовут? Ира. Красивое имя. Я Костя. Очень приятно. Давай уже пойдем на бой. Мне скучно. Сын, скоро пойдем. Познакомьтесь с Сочи. Сергей Константинович, мой сын. Очень приятно, Вера. Здравствуйте. А ты что же с папой вместе здесь целый день на улице? Да. В саду карантин, а дома одному нам нельзя. Да, Серега? Да. У нас мамы нет. Очень давно нет. Мама у нас погибла в горах. Была геодезистом. Поэтому мы с Серегой вдвоем. Мне очень жаль. Было приятно познакомиться. Взаимно. До свидания. Знаете что, а приходите к нам завтра на день рождения. Завтра дочке семь лет. Приходите. Дети поиграют, а вы, может быть, ее портрет нарисуете. С удовольствием. Ну что, сын, примем приглашение? Да. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, Машуля, с днем рождения тебя. Прошу всех к столу. А, торт, да? А в торте нет арахиса? У Сергея аллергия на арахис. Мама сама опекла. Мам, нет арахиса? Нет. Хорошо. Все могут загадать желание. Ашунь, ты загадала? Да. Давай на счет три. Да. Раз, два, три. Молодец. Ура! Поздравляем! Поздравляем! А это, Маш, тебе от нас с Серегой. Смотри, как похожа. Смешная какая. Похожа? А это вам. Скажи, похожа. Угу. Спасибо. Когда вы успели. Очень красиво. Мама, посмотри. Кто будет торт? Я! Я, я, я! Хорош, мам. А я сейчас заберу пока. Помочь, может быть? Да. Ну? Константин, у вас так хорошо получается лазить с детьми? Ну, как говорил классик, и опыт, сын, ошибок трудных. Мы же с Серегой остались вдвоем, когда ему не было еще двух. А что произошло? Юля была геодезистом. Понадобилась срочная консультация, ее вызвали в горы. Она прилетела, а на второй день лавина накрыла всю группу. Какой кошмар. Да. Мой муж тоже погиб семь лет назад при пожаре. Маша его даже не видела, я тогда ее только родила. Серега тоже не помнит свою мать. Как я тогда метался, не знал, что делать. Хорошо ее троюродная сестра помогла. Да. Терять это больно. Костя, дети просто в восторге от вашего рисунка. У вас талант. Спасибо. У вас замечательная внучка. Такая добрая, отзывчивая и гостеприимная. Мама, наша Маша еще и фантазерка. Сестры-близняшки рассказали, что чувствуют друг друга на расстоянии. Ну и Маша тут же. Я тоже чувствую, что у меня дети сестра есть. Представляешь? Вот выдумчивый. Что за выдумчивый? Ой, совсем забыла. Мне таблетку надо выпить, извините. А по поводу фантазии, кстати, я иногда просто завидую детям, как легко они находят новую тему. Волча сидишь так, бьешься, бьешься над новым этюдом. А они вот раз и все. Может, воду поменять? Можно. Ну, сейчас принесу. Ну все. Рамка твоя уже почти зажила. Скоро вообще ничего не останется. Дай ногу. Вот. Возьмите шоколадку. Очень вкусная. Кто-то угостил? У меня сегодня день рождения. После уроков подарили тетрадки, ручки и эту шоколадку. Мне год назад такую же давали. До сих пор помню. Помнишь шоколадку? Да. Спасибо за угощение. Но ты знаешь, что ты сама ее сейчас съешь, да? А я? Я сейчас. Я быстро. Ты здесь посиди. Ага. 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 День рождения День рождения В небе солнце круг День рождения День рождения Весело вокруг Слушай, это хорошо, что у нас продуктовый ты под боком, а? Это все тебе И подружек своих угостишь Ну, что это такое? Я же тебя просила съесть Это вам Вы очень добрые Если бы у меня была бы мама, то она была бы как вы Тише Если бы я могла, я всех Удочерила Муж не хочет Не разрешает Своих детей у меня нет Не случилось Бедная Ешь Хватит мыть С днем рождения С днем рождения Сережа Сережа Это у тебя дом? Башня Что с тобой? Что с тобой? Мама Костя Что ты ел? Здесь арахисовая паста Так, нужна антикистаминная Где телефон? Надо вызвать скорую Сеть, париклиник рядом Дети на улицу Мама! Посмотрите с детьми Сейчас я подожду Девушка, помогите нам, пожалуйста Где у вас врач? У нас тяжелая аллергическая реакция, аллергена, армия У нас сейчас все заняты Что значит заняты? Ну, то и значит заняты Где они заняты? Ждите Кабинет какой? Я, девушка, вы куда? Девушка? Я вас еще хочу Куда нельзя? Куда же вы? Место Остановитесь Остановитесь Да что ж такое? Немедленно покиньте кабинет Вам здесь нельзя Ребенку плохо Нужна срочная помощь Может наступить Анатолийский шок Вы так и будете сидеть? С ним уже врачи Все будет в порядке Слава Богу Так, ему помог укол и пинефрина? Да Давали другие лекарства тоже Это мне урок Надо все контролировать, пока не вестит Спасибо тебе большое Это все записала Любилась за него, как за своего В такой ситуации любая бы Так же поступила Да не любая Молодец Ты настоящая Константин, вы меня прям захвалили Главное, что Сережа стал лучше Давай на ты Давай Так, в артикул надо зайти, да? Пойдем? Какой видный мужчина С цветами, не знаешь кому? Не знаю Здрасте Здрасте Привет, от тебя Могла бы не шифроваться Ну, пока Спасибо, очень приятно Как ты меня нашел? Дедукция? Ты же сама говорила, что работаешь в ателье Ты свободна сегодня? Я... Ну да, а ты? Свободна Тогда пойдем? Ну, пойдем Субтитры создавал DimaTorzok Вернись Все, ты первый А вообще-то я первый Я не знаю Ну я первый Мы собрались здесь, чтобы скрепить узами брака два любящих сердца Константина и Веры Вы ступаете на эту дорогу вместе И точно так же вместе пройдете всю жизнь Согласны ли вы, Константин, взять законные жены Веры Чтобы быть с ней в радости и в горе, богатстве и бедности, болезни и здравии? Согласна Согласны ли вы, Вера, взять законные мужья Константина, чтобы разделить с ним это счастье и эту ответственность? Согласна Прошу скрепить ваш семейный союз подписами В знак верности и непрерывности брачного союза В знак любви и преданности друг другу Прошу обменяться вас обручальными кольцами Ух ты С этого момента вы стали настоящей семьей Ваш брак зарегистрирован Объявляю вас мужем и женой Прошу поздравьте друг друга, как супруги Поздравляю Привет, семья Ух ты О, ура, черешня Доброе утро Что за праздник? Анна Ефимовна, это вам Спасибо У меня вчера купили две картины Сегодня я получила четыре новых заказа В твоем таланте я не сомневаюсь Покупишь мне машинку с открывающимися дверьками? А сколько тебе надо дверей? Три или пять? Пять Отлично Так и сделаем Мне нужна твоя шея Как красиво Костя Мам А ты сможешь сегодня Машу из школы забрать и Сережу из садика? Конечно, заберу Я думаю, что Сережу нужно в садик поближе перевезти Да, можно в Машу из садик привезти Ой, Кость, а может, может, из сарая для тебя мастерскую сделаем? Отличная идея Я давно об этом думаю Но что скажет Анна Ефимовна? Мам Попробуй Все равно без толку стоять Спасибо Завтра же займусь Ну что, детишки Что-то другое передумать Теперь путать будешь Проходите А я знаю, какая-то буква У Правильно А тебя папа азбуки учил? Немножко Мы иногда занимаемся Мы успели только две буквы выучить А и У А хочешь, я тебя всем остальным научу, Бок? Я пойду сейчас букварь возьму Это все Пришли Кажем Пришли Были Пришли Роддом Вера Я буквально Серёжу достать хотела Я себе кто разрешил Иди, я сама всё уберу По шкафам больше без спроса не лазай Поняла? Извинила, Боречка, я ничего не знаю Извини! Я, ты знаешь, когда пенсию вышла, места себе не нахожу Привыкла от рассвета до заката в депо Слава Богу, хоть дети приезжают Даст Бог, внуки будут, так нянчей будут Какой у нас с тобой разный подход? Смотри, я полгода назад ушла на пенсию Ничего, по работе не скучаю А ты знаешь, я хочу себе собачку завести Ну, как наша звезда Да, такую махонькую, махонькую, всё веселее будет Ну ладно, пока Аня, здравствуй, Яр Это не поздно приехал И что? Я к тебе. Пойдем. Мишеньке у моего все хорошо. В столице работает юристом. Говорит, что возможен хороший карьерный рост. У меня уже три ребеночка и жена, видишь. Смотри, какая красавица. Вижу. Моя Вера снова замуж ушла. Муж художник. Вроде ладит. Я, собственно, зачем приехала? Вот бумаги. Отказные документы. Пусть у тебя пока побудут. Машка подрастает, по шкафам лазит. Боюсь, не идет. Хорошо, давай. Совесть не мучает. Вот уж, если бы Танюшка в семье вернуть. У нас с тобой уговор был. Я в тюрьму не хочу. Для меня вся моя жизнь тюрьма без просвета. Как же я тогда могла? Ты же обещала мне молчать. Я и молчу. Мне бы только увидеть ее издалека. И все. Ира, помоги, пожалуйста. Я же знаю, что ты можешь. Мне бы только ее увидеть издалека. Хорошо. Ну, если там трубку не возьмут и, не знаю, занято будет, я звонить больше не буду, не обижайся. Хорошо. Здравствуйте, Александр Иванович. Пожалуйста, сделайте одолжение. Я личная просьба. Нужно узнать о девочке-отказнице. Это... Даня Краснова. Даня Краснова, 93-го года. Пожалуйста. Да. Да. Спасибо. Спасибо большое. Отбери. Это детский дом километров семьдесят от города. Полтора часа на электричке. Аня, они только издали. Ты не подведи меня, Аня. Да. 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 Две недели без сладкого и никакого вам телевизора, ясно? А теперь я. Ну давай. А ты умеешь? Конечно. Ты что, не помнишь? Таня. Тетенька, вы кто? Я бабушка твоя, Анна Ефимовна. Подойди ко мне. Самая-самая настоящая бабушка? Самая настоящая. Подойди ко мне. Иди сюда. Прости меня. Прости. У тебя есть мама. Сестичка-близняшка. Честно-честно, у меня есть мама. Танила. Извините, вы к кому? Никому. Женщина, покиньте территорию. С детьми разговаривать нельзя. Только с разрешения дирекции. Танечка. Мы заберем тебя. Мы заберем тебя, внученька. Поговорю с мамой, мы тебя обязательно заберем, внученька. Идем. Прости. Прости. Идем. Прием. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ее привезут завтра DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Михайловна, сам позвоню, скажу Дима Торзок Дима Торзок Нужно просто отдохнуть и вести в себя. Да, все так неожиданно произошло. Ой, мама, мамочка. Да, Божечка. Держись, моя хорошая. Держись, я знаю, что все на Анечке нашей держалось. Пойдемте. Пока, мама. Тютир, я все понять никак не могу. Зачем она в этот поселок-то поехала, вы не знаете? Она же вроде сначала к вам собиралась, в райцентр. А на следующий день как-то в этом поселке оказалась. Позвонила мне такая взволнованная. Она тебе звонила? Звонила. Верочка, о чем говорила? Что-то рассказывала тебе? Да, какой-то странный разговор рассказала. И я перед внучкой виновата, что серьезный разговор есть. А потом так стала волноваться, и ей же прямо в этом переговорном пункте плохо стало. Да. Вы не знаете, о чем она хотела сказать? Потому что Маша, при чем здесь серьезный разговор? Верочка, Верочка, Аня, Аня, она... Да, знаешь, она была очень хорошим другом. Хотя на первом месте всегда, всегда у нее была ее семья. Она все делала, чтобы у вас не было неприятностей, чтобы защитить вас от всего-всего. Какое у нее было огромное сердце. Так вы... Я ничего не знаю. Я ничего больше сказать тебе не могу. Надо же, я думала, хоть что... Может, вы что-то знаете. Как вы сами-то? Я... Так что я... Я вот недавно на пенсию вышла. Меня Миша зовет к себе жить. И я думаю, что... Наверное, я поеду. Вот Анечка умерла, и... Что же мне здесь в одиночестве? Ой, сейчас. Маша, девочка моя. Верочка, вы поезжайте на поминке без меня. Я очень плохо себя чувствую, я уж домой. Спасибо, что пришли, тетя Сер. Таня, ты чего? Еще думаешь, что придут за тобой? Да. Она сказала, что она моя бабушка. У меня есть мама и сестричка. Они меня заберут. Тань, да ты пойми, если бы хотели тебя забрать, забрали бы уже, но не забирают. Может, тебе показалось? Нет, мне не показалось. Первый план, подъем. Так. Постоянно, спустя. Молодцы. И чтоб ни одной складочки. Таня, а ты чего это у окна расселась? Тебе что, особое приглашение надо? Она маму ждет, всю ночь плакала. Деточка, послушай меня. Выброси из головы слова этой бабули. Ждать нечего. А я буду ждать. Не понимаешь, да? Не в себе она была. Может, она вообще просто подшутила над тобой. Ясно? Хватит сопли жевать. Я тебе не наша медсестра. Сисюкать не буду. Заправляй койку и марш умываться. Жень, ну, это первоклассники. Я сам их толком еще не знаю. Ты, в общем, строго не суди. Они все круть, верть, присматривайся. Смотри своим профессиональным взглядом. Хорошо. Итак, встали в ровненький кружочек. Ножки на ширине плеч. Начинаем приседания. На раз приседаем, на два встаем. Понятно? И начали. Раз, два. Раз, два. Энергичней. Два. Раз, два. Синхронно. Два, синхронно. Два. Раз, два. Молодцы. Вот хороший парень. Есть данные. Ну, неплохой. Согласен. Следующее упражнение. Прыжки вверх с ручками, поднятыми в потолок. Начинаем с приседа. Выпрыгиваем ручки в потолок. Всем ясно? Начали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Выше ручки. Из девочек водоспособная. Смотри, пластичная, баловаться. Хорошая девочка. Как зовут ее? Маша. Маша, Маша. Как твоя фамилия? Краснова. Краснова. Маша Краснова. Закончили. Молодцы. Упор лежа принимаем. Слушаю. Начинаем упражнение. Отжимания на раз вниз, на два вверх. Раз. Да-да. Добрый день. Добрый день. Федор Евгеньевич. Приветствую. Сергей. Представитель областной службы по делам детей. Вы, по-моему, бывали у нас уже в интернате. Да, где-то год назад. А это познакомьтесь. Это наши кандидаты на подочерение Роман и Дарья Анисимовой. Ну, будем знакомы. Вы с ребенком определились уже? Так точно. Да, девочка Таня. Красивое имя. Правда? Как у моей мамы. На меня немножко похоже. Только на тебя. Глаза мои. В общем, нужно посмотреть, так сказать, познакомиться. А мы долго выбирали. Я уверяю, она будет очень рада. Уверен, вы ей понравитесь. Вот ее данные и направление от службы по делам детей. Так. Ага, Таня, значит. Ну, она у нас в первом классе. Сейчас и познакомитесь. Прошу, со мной. Прошу, дорогая. Привет, моя хорошая. Мама. Ну, как твой день прошел? Считала, считала. Потом физкультура. Ясно. Пойдем. Постойте, постойте. Вы мне? Добрый день. Вы мама Маши? Да. Меня зовут Евгений Сергеевич. Я тренер по фигурному катанию. Набираю сейчас курс талантливых ребятишек. У нас круглогодичный ледяной дворец. Очень серьезная перспектива. Видел сегодня вашу девочку. У нее прекрасные данные. Не хотите отдать ее к нам, а? Ну, мы, честно говоря, об этом не думали. Правда, есть данные. Есть. Это уж поверьте. Да? Да. Давайте так поступим. Я вам дам визитку. Здесь мой телефон. Позвоните, если надумаете. Буду очень рад. Только учите, времени у вас неделя, пока я не набрал группу. Ясно, спасибо. Всего доброго. Мама, а фигурное катание, это здорово? Ну, да, конечно, здорово. Ура, я буду кататься на катке. Давай мы сначала дома все обсудим, а потом решим. Хорошо? Хорошо. Нам бы хотелось провести дополнительное медицинское обследование, Таня. Да, знаете, мало ли, в ее карту могли что-то не внести. Обсудим. Это все решаем. Познакомься. Вот это дядя Роман, а это тетя Дарья. Здрасте. Здрасте. Какая-то худенькая. Ничего. Откормим. А глаза точно мои. Танечка, тебе очень-очень повезло. Эти дядя и тетя кандидаты на твое удочерение. Танюш, ты ни в чем нуждаться не будешь. А хочешь, летом мы на море поедем. Таня, они могут стать твоими папой и мамой. Ты хочешь этого, а? Конечно же, хочет. Еще бы, но кто не хочет. Да, Татьяна? Нет, не хочу. Ну что ты, ну девочка, ну ты что? Ну, ты что, плакать собралась? У меня и своя семья. Бабушка, мама и сестренка. Таня, 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 погоди. Таня, пойду. Да что же это за воспитание такое? Ребенок от своего счастья убегает? Успокойтесь, успокойтесь, мы ее вернем. Таня, тихо, тихо, тихо. Ты куда? Куда ты бежишь, Таня? Что случилось? Я не пойду с ними, они меня удочерить хотят. А ты не хочешь? Нет. Тихо, 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 тихо. Ну и ладно, насильно тебя никто отсюда не заберет. Я жду свою семью. Таня, бабушка мне правду сказала, я знаю. А ты думаешь, что твоей семье что-то помешало сдержать свое обещание? Думаю, да, но они меня обязательно заберут. Тихо, 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 тихо. Слушай, давай так, договоримся. Ты прекращаешь расстраиваться. Я тебя сейчас провожаю в класс, делаю так, что тебя никто больше не обижает. Договорились? Вы добрая. Руку давай. Когда я вырасту, буду как вы. Деткам помогать, если надо, лечить. Лечить? Для этого нужно хорошо учиться. Ты, Танюша, будешь хорошо учиться. Все у тебя получится. Я буду учиться, обещаю. Я очень-очень хочу, когда мы с мамой встретимся, то она сильно-сильно меня горделась. Будет. Пошли. Привет. А ты где, да, с соседей выезжаешь? Седьмого этажа. Привет. Привет. Как погода? Не заб läuft. Наверное. Не Irish. Давай. Переодец. Хом. Хом. КОНЕЦ Да, кстати, мам, утром звонили новые владельцы, я сказал, что всю мебель им оставляем. Довольны? Конечно. Может, денег за мебель не берем? Ну что, вещи все собрала? Да. Отлично. Миша, послушай, может быть, зря я затеяла всю эту историю с переездом? Мамуль, ну не выдумывай ты. Ну единственный минус далеко отсюда. Миша, ну тебя здесь разве что-то держит? Дом у нас большой, место, ого-го, внуки ждут, не дождутся. Ой, знаешь, как я по ним скучаю. Ну все, все, решили, едем, едем. Все, мусор тоже весь собрала? Выброшу в контейнер. Ух ты, тяжеленький. Ну что, поехали. Миша, подожди. Я не могу так, нет. Ну не могу я. Мне было одиннадцать, когда мы здесь квартиру получили. Иногда так хочется хоть на денек вернуться в то время. Да, мамульчка? Ничего, Миша, уже не вернешь. Не изменишь и... Не исправишь. Все, хватит, поехали. В принципе, нужно покупать только защищенный телефон. Я ролик видел. Вода упала, и мы ничего. Сережа, зачем ему воду-то бросать? Ну, я в общем. Супер вещь, да? Супер, супер. Ты ешь давай, поменьше телевизора смотри. Родители, у меня к вам объявление. Мне нужны новые фирменные коньки, потому что из старых я уже выросла. И термокостюмы, новые платья на соревновании. Платье уже заказано, оплата в недельный срок. Платье выкупим, я отложила, а вот со всем остальным. А на все остальное я возьму полставки еще в училище. Куда ты будешь картину писать? Да я и так их не пишу. Вон они висят в галерее два месяца. Никому не нужны. Пап, я слышал, что бы творить. Художник должен быть голодным. А вот этот афоризм родился в голове усытого человека. Точно. Ясно. Мам, спасибо. Все, мы пойдем, а то школа поздно. Да. Я после школы на тренировку, а в районный режим скоро соревнования. Давай. Все, пока. Пока-пока, а мы ушли. А по поводу Машкиных задач, ты не волнуйся. Я что-нибудь придумаю. В конце концов продам из мастерской все. Картины, краски, кисти, рамы, холсты. Все продам. Кость, я могу взять еще полставки, а вечерами буду работать. Не надо ничего продавать. Это же твое призвание картины писать. Я тебя люблю. Кино с детьми хорошие. Хорошие, хорошие. Замечательные дети. Так, мы опаздываем. Лехали. Сейчас я быстро соберу. Хорошо. Хорошо. С детьми хорошие. Я не могу. Это же force. Что-то. Хорошо. Что-то. Хорошо. Хорошо. Стоп! – Ну как? – Хорошо. Да какой там хорошо? Да хорошо ещё катать и катать. Стас, ты что, глухой? Ты музыку не слышишь? Почему ты постоянно проваливаешь темп, а? Маша, ну что вот это? Что вот это? Вот спина! Хорошо, Евгений Сергеевич. У нас до соревнований осталась неделя. Чем мы сейчас занимаемся? Музик, поехали! Давайте, давайте, соберись! Стас всё тело ломит. Слушай, ну аналогично. Ну круто поработали на результат. Как говорится, я не знаю, что это было. Стас всё тело ломит. Слушай, ну аналогично. Ну круто поработали на результат. Как говорится, первым всегда нелегко. Ну для начала, чтобы быть первым, нужно через неделю победить. Машуня, да победи! Маш, чё так долго? Чё так долго, чё так долго? На, держи! Всё, Машуня, пока! Пока! А ты чего здесь? А я у друга был. Он тут недалеко живёт, решил тебя подождать. Ему понт новый купили. Навороченный такой. Маша с тобой техника в каменный век. Серёжа, а у тебя одна тема всё время. Ты прямо фанат современных технологий. А я программированием заниматься хочу. Вот и интересуюсь. А ты чего это прихрамывала? А, да я ногу потянула. Ничего, пройдёт. Давай. Спасибо. И мы одну заставим, а вторую отдадём в дом налётки. Я не буду. 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 Я... Ой. Можно, мам? Да, да. Заходи, пожалуйста. Доброе утро, мам. Доброе утро. Я вот понял, что ты к завтраку не выйдешь. Сам принёс. Заботливый мой. Есть не буду. Плохо себя чувствую. Что, опять сон плохо приснился? Скорее, не сон. А так, воспоминания? Воспоминания. Воспоминания о чём, мамуль? Угу. 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 А что, Тобед, так тихо. Что, Вика, детишек в школу уже повезло. Угу. Потом сразу в дирекцию. У неё сегодня презентация нового проекта. Очень важный день. Ясно, ясно. Мам, я за тебя волнуюсь. В последнее время практически из комнаты не выходишь. Пожалуйста, гуляй больше. А завтракаю сейчас. Силы берусь. И в парк. Ха, правильно. А знаешь что? Давай завтра я тебя к врачу свожу. Да, пусть посмотрит. Лекарства нужные выпишет. Будем силы твои восстанавливать, мамульчика. Угу. Всё, я убежал. У меня через час совещание. Иди, иди, иди. До вечера. И больше никаких тяжёлых воспоминаний, мам. Всё, пока. Пока. Да. Мы по одному поставим, а второе дозём в дом на лёдке. А я тебе не уговариваю. Ты не должна. Забыла? Какие сына твоего из прорубьеводичка? Нельзя было соглашаться. Аня после пожара не в себе была. Танечка, девочка, а что же сделали с тобой-то? Танечка, девочка, а что же сделали с тобой-то? Мы одну оставим, а второе отдадём в дом на лёдке. Таня, как классная, что ты тебя хотела? Спрашивала, почему я дополнительно не хожу. А ты чё? Сказала, что мне без них тут. Блин, как уже дура была, послушала эту старушинцу. Сейчас бы подочерили её. Факт. Была бы сейчас крутой, домашняя. Точно. Тань. 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 Пойди сюда. Разговоры есть. Здравствуй, судь Поля. Ну? Что это такое? Учёбу совсем забросил? И чё? Ну, как чё? Ну, приходила, мы вместе уроки делали. Даже в гости не заходишь теперь. А у вас только одно. Учись, уроки делай. Надоело. Что значит надоело? Тань, учиться надо. У тебя это не надоело. Такие хорошие оценки были. Ну, закончили школу. А дальше что? Мне всё равно, кроме профессии парикмахерша, больше ничего не светит. Все девчонки так говорят. Да плевать на девчонок. Это от тебя зависит. Это ты должна за ум взяться. Слушайте, может, хватит меня воспитывать, а? Вы мне не мама, ясно? И никогда её не были. Таня. Тань, успокойся. Это у тебя... Это у вас подростковая. Ну, я же помочь хочу. Полина, ты скоро? Ты не видишь бесполезно? Поехали. Тоже мне. Мать Терезы. Мать Терезы. Вероника, пожалуйста, осторожнее с кружевами. В прошлой вашей смене было очень много брак. Да, хорошо. А где главная закрощица, её ищут. Кто ищет? Какая-то Петрыкина. Говорит, вы в ателье вместе работали. Я позже подойду. А я говорю, и дочери моей ещё и четырёх нет. А вы хотите, чтобы она уже всю азбуку знала? Слушай, он какой-то странный детский садик. Здрасте. Самый престижный. Бабки платим? Сумасшедшая. Слава Богу, хоть и не считаю, но сама знаешь. В бизнесе у моего всё отлично. Я за тебя рада. А Машка твоя как? Всё катается? Да, сейчас впереди важные соревнования. Так она и перед школой на тренировку её после сразу бежит. Трудно, конечно, но её очень нравится. Ну а как твой Константин? Преподаёт? Преподаёт? Мне кажется, самое важное, что у него семья на первом месте. А я с каждым днём всё больше и больше люблю. Не знаю, так бывает, нет? В нормальных семьях бывает. Бывает, Вера. И только не у меня. Почему? Вот, гляди. Вот. Это что такое? Как тебе это? Это что? Муж. Когда трезвый, лучший в мире, а? Как выпьет? Хоть на траль света заточь копейки. Вот что я тебе скажу, подруга. Повезло тебе с твоим Костей. Очень. Однако, эта простота, конечно же, лишь на первый взгляд. Проблема взаимодействия рассматриваемых явлений была обозначена впервые Исааком Ньютоном. Кто помнит, каким образом? Подсказка, школьная физика, изучение дисперсии света. Опыты с призмой. Совершенно верно. Из этих исследований мы узнали, что обычный солнечный свет имеет целый спектр цветов и равен их сумме. В изобразительном искусстве проблема взаимодействия света и цвета имеет свои особенности. Но об этом позже. Итак, изобразительное искусство разделяется на графику. Минутку внимания. Где основным элементом выразительности является свет в виде контраста черного и белого, либо в виде светотеневой градации между черным и белым. и живопись, где действительность изображается через многоцветие красок. Увидимся на следующем занятии через два часа. Слушаю. Из галереи. А вы, простите, вы секретарь? Я просто всегда общался напрямую с владельцем. А вы не знаете по какому вопросу? Нет, нет, я могу. Я подъеду к четырем. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. А почему вы их сняли? Шеф сказал снять и отнести в подсобку. Ага, понятно. О, привет лучшим людям. По тебе можно часы сверять. Здравствуй, Лев. Ну что, все? Что все? Ну как что? Две галереи отказались от моих работ. Твоя была последняя, где я выставлялся. Все. Старик, я не понимаю сути твоего ворчания. Ты снял мои работы, вот и вся суть. Хотя тебе можно сказать только спасибо. Они и так провисели здесь рекордное время. Сегодня же заберу. А другого варианта ты не рассматривал. Например? Ну, например, я мог бы их продать за кругленькую сумму каким-нибудь серьезным клиентам. И сегодня же их упакуют и увезут. Шутишь? Да, шучу. Именно за этим я ходил в банк, чтобы снять наличные. Чтобы пошутить. Сумма для первого раза весьма солидная. Слушай, Лев, ты не представляешь, что ты сегодня сделал. Ты просто волшебник какой. И этот волшебник хотел бы увидеть твои новые работы. Так что давай привози их быстрее. Ты знаешь, я в последнее время очень мало писал. Практически я не работал. Потому что семья, заботы, дети... Костя, не стоит обращать внимание на временные проблемы. Нужно работать. И тогда двери моей галереи откроются для твоей персональной выставки. Только тогда твое имя будет у всех на устах. А работы будут в лучших коллекциях мира. И не надо улыбаться. Я слов на ветер не бросаю. Спасибо тебе большое. Держи. Пойду обрадую жену. Спасибо. Вера, у нас есть деньги для Маши. Тебе не нужно больше работать по вечерам. Спасибо. 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 У вашей дочери сильное сотрясение головного мозга. И, судя по всему, она уже не первый раз получает подобные травмы. А это очень и очень плохо. Она занимается фигурным катанием. У нее скоро соревнования, для нее это важно. Я понимаю. Но вынужден вас огорчить никаких соревнований. И чтобы не вдаваться в терминологию, скажу вам просто. Ей вообще нельзя заниматься фигурным катанием. Впрочем, как и любыми другими активными видами спорта. Это ж тоже надолго? Как минимум на несколько лет. Но, скорее всего, навсегда. Впрочем, как и любые USB-кру. Дорогая Вина, я очень непросто, но я наконец-то, наконец-то решилась сказать правду. Извините, я тебя ищу, ищу, и ты че? Дорогая Вина, я тебя ищу, 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 ищу. Ты же сама сказала, что она тебе никто. Слушай, это Станя. Ну и сиди. Ну куда опять? Вы не знаете, где наша медсестра в третий день закрыт? Да слышала, вроде попала в аварию с мужем. Как? Да несколько дней тому назад. Ну что-то там в машине сломалось и в столб влезались. А чуть-чуть понял, с ней все в порядке? Она жива? Да ну не знаю я, откуда я могу знать? Ну хорошо, хоть не по помытому. А-а-а! 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 Тетя Полечка, она живая? Тетя Полечка, она живая? Тетя Полечка, а я думала вы. Ну, ну чего ты? Ну чего, ну, ну, ну прикрой, прикрой. Все хорошо. А я больше ничего плохого вам не скажу. Вы мне как мама, тетя Полечка. Простите меня. Ти-ти-ти-ти, все хорошо. Все уже хорошо. Я здесь с тобой, все хорошо. Моя девочка. Маша уже третий день из комнаты не выходит. Я думала, когда ее выпишут, мы поговорим. Как-то все вместе обсудим. Переживает. Столько лет отдала спорту. Я вчера вечером смотрела там по работе в интернете выкройки разные. У меня есть идея, как помочь Маше. И какая же у тебя идея, мама? Чем я смогу заменить фигурное катание? Может, ты мне на секцию шашек отдашь? Чего? Тоже спорт. Маш, ну чего ты на меня злишься? Я тебе помочь хочу. Можно продолжить заниматься спортом. Просто в другом качестве. Например? Например? Поступить на модельера. И придумать собственную линию одежды для фигуристов. Ты знаешь эту тему изнутри. Пойдешь учиться. Будешь лучшей. Хорошая цель? Я никогда об этом не думала. А мы давай возьмем и подумаем. Точно, Машка. Хорошо. Я подумаю. Давайте завтракать. Приятного аппетита. Спасибо. И у меня к вам такой вопрос. Кто какую профессию хочет освоить? Зина? А я еще не знаю. Настя? Замуж выйду. За крутого. Мечтай, бэйби. А ты, Таня? А я стану врачом. А ты держи карман, Шерри. Там очень умно нужно быть. А я все решила. Я буду поступать в медицинское училище. Молодец. Это ты сама или кто подсказал? Когда-то я пообещала выучиться на врача очень хорошему человеку. Я обязательно выучусь. Мам, пора пить таблетки. Мишенька, я спросить у тебя хочу. А ты помнишь, как ты в детстве в проруби тонул? Да, очень смутно. Мне тогда сколько было? Шесть, семь. Аня. Аня. Аня рассказывала ты. Так сильно испугался, что даже допомощник его не знал. Уже совсем под воду уходишь, уходишь. Ручанками за лед так сильно-сильно держишься. А на Веру пошла на речной каток искать. И тут наш красненький твой шарфик увидела. Чудо какое-то. Просто чудо. А что-то ты вдруг вспомнила, мам? Я тогда страшную ошибку совершила. О чем-то? Что ты сделала, мамуль? Я долг отдала. Больше ничего не могу тебе сказать. Надо было не слошаться. Сказать нет. Я не смогла. Миша, сыночек, у меня к тебе просьба будет. Вот это доверие надо передать мне. Я все подписала. Ты на почту должен отнести. В ящик бросить. Там очень важные документы для Веры. Не забудешь? Я сегодня же отправлен. Ты только смотри, забыть это нельзя, слышишь? Так, Сердей? Ты Gay. Это анаберин. Их линия. Ига. Уважаемый, здравствуйте. Я соседка Клара Федорцова. Скажите, а вы пенсию часом мне принесли? Завтра пенсия. Как доставят, принесу. Здрасте. Здравствуй, Верочка. А почту принесли, да? Да, почтальон только что ушел. Что это у тебя такое красивое? Каталоги с выкройками. Слушай, Вера, я могу ошибаться, но, по-моему, он письмо туда еще положил. Письмо? Да. В руках у него вроде как было. Да нет, пусто. Ошиблась. Только каталоги. Всего доброго. Ошиблась. До свидания. КОНЕЦ 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 Татьяна Краснова. Я бы очень хотела у вас работать. М-м-м, ведущилище с красным дипломом. Зина. Да, слушаю. А где у нас незакрытые вакансии медсестры? Сейчас посмотрю. Травматология. Да, хорошо. Будем закрывать. Значит так, Татьяна. Берем тебя медсестрой в травматологию. Сейчас пойдешь к моему заму, Аркадию Евгеньевичу. Вторая дверь по коридору. Он все устроит. А я ему сейчас перезвоню. А общежитие мне дадут? Мне сказали, что у вас есть такая возможность. Общежитие? Вопрос. Будем решать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Проходите. Вера, а что ж ты на обед не идешь? Худеешь, что ли? Да нет, Ангелина Олеговна, мне нужно проект через один-два дня сдать. Я к тебе совсем по-другому вопросу. Да? Но ты, наверное, в курсе, что от нас уходит главный дизайнер? Да, слышала. Сложная работа, не знаю, кто потянет такую должность. Ну, здесь нужен человек ответственный, талантливый и работоспособный. И кто же это? Ты, Вера. Я? Да, ты. Ой, я как-то об этом не думала. Точнее, я, конечно, думала, но у нас есть Егорова, Фролова. Вот именно это мне в тебе импонирует. Они, конечно, замечательные дизайнеры, но я определилась. Даю тебе три дня на размышления. В понедельник дашь ответ. Будем запускать новую линию, и если ты согласишься, твою линию. Ты к дипломной уже готовишься? Да. Делаю наброски. А ты? Зеро. Даже не начинала. А у меня будет коллекция в спортивном стиле. Кто бы сомневался. Что такое, голова? Давай присядем. Иди сюда. Спасибо. В кафе не пойдем? Нет, мне брата нужно дождаться. Он где-то вот должен подойти. Слушай, а у тебя с Игорем все реально серьезно? Вроде как. Сколько вы уже? Год вместе? Угу. Конечно. Он старше тебя. Учится в нашей аспирантуре общие интересы. А у меня больше недель не получается. Или слишком недалекие, или чересчур умные попадаются. Серега, я уже на завтра обо всем договорился. Осталось только немножко прорепетировать. Да, супер. А на сколько завтра? На час. Погоди, как на час? У отца завтра в два выставка открывается. В два? Ну, слушай, а если замуж позовет, пойдешь? Свет, ну что за допросы? Других тем для обсуждения нет. Ну, другие не такие интересные. А вон они идут. Ну, ладно, попробуем. Значит так, завтра на час на набережной. Только, пожалуйста, не проболтайся. Ну, хорошо. До понедельника, подруга. Пока. И чтобы не случилось, приведи ее туда. Хорошо. Привет. Привет. Какие планы на вечер? Надо помочь папе на персональной выставке. Может, моя помощь нужна? Ну... Нет-нет, мы с вами справимся, да? Ну да. Хорошо. А я, между прочим, только что тебе на телефон отправил кое-что очень важное. И что? Опять ссылку для скачивания материалов для дипломной? Нет-нет. Привет. Новенькая? Ага. Новенькая и блестящая, как пять копеек. Я Максим. Интерн Кудряшова Максим. Вижу, на бейджи написано. Ну, а ты? А я занята. Это имя или фамилия? Ударение на «я». Занято. Ну, как тебя зовут? А, родители запрещают общаться с незнакомыми интернами. Я понял. Меня зовут Таня. Это все? Ты чего, обиделась? Родители шутка. Не смешно. Давай, иди, куда шел. Ясно? Вера! А глянь в горизонт, неохота спускаться. Ровно? Да, ровно, хорошо. Папа, а ты в маму с первого взгляда влюбился? Я? Да, нет, я не помню. Мам, а ты? Ну, может, все-таки папа вспомнит и расскажет. По крайней мере, предложение пойти к тебе на день рождения, когда тебе семь лет исполнилось, папа сразу принял. Ой-ой-ой, между прочим, я это предложение принял из гастрономических соображений, чтобы Серега поел нормально один раз еды, а то все пельмени да бутерброды. А я думаю, почему же ты из кухни-то не выходишь? Оказывается, ты хотел готовить научиться? Конечно. А как же? Нет, слушай, пап, а если серьезно? Что? Ну, с первого взгляда. Кто? Ты. Ну, конечно, с первого. Мама работала тогда в ателье, неподалеку от того места, где я писал портреты на улице. И ходила туда-сюда, туда-сюда, каждый день. Я месяц на нее смотрел, подойти не решался. Ну, а потом... А потом мы встретились. Да, целый месяц. Можно сказать, что с первого взгляда. Спасибо тебе за все. Вам отличная выставка получится. Эй, занято! Домой? Во-первых, Таня, а во-вторых, куда надо? Слушай, извини. Я тут навел справки в УЗАФ отделения, но я ведь не знал, что ты одна, без семьи. Шустрый какой. Ну да, нет, у меня семьи никогда не было. Это все? Нет, это не все. Слушай, ну что это такое? Из-за этого? Да. А ты бы какой был? У тебя-то родители есть? Ну да, у меня полный комплект. Еще две старших сестры, командирши в придачу. Вечная жизнь он учит. Нет то слова. Таня, давай в кино сходим? Приглашаю. Че, с ума сошел? Мы с тобой с обеда знакомы. Ну хорошо, хорошо, давай завтра сходим. Днем, днем это вообще как бы чисто по-дружески. Я еще с тобой в темном зале не сидела. Хорошо, давай не кино, не кино. Вот, к примеру, сугубо культурное событие нашего города. Опера Верди. Че? Понятно. Джазовый концерт. На любителя. Понял. Вот нашел. И культурно-ненапряжно. Персональная выставка художника Константина Городецкого. Завтра в два. Но это ведь не свидание. Будем знакомиться с культурным достоянием нашего города. Я сказала нет. Ну что, даже на выставку с мной не пойдешь? Знаешь что, встретимся завтра на работе. А ты, ты необычный. Подозрайся. Необычный и ушла. Великолепные картины. Знаменательный день. Константин, я поздравляю вас. Спасибо. Меня вдохновляла моя музыка. Ну, Верочка, тут без комментариев, без вас бы вообще ничего не получилось бы. Спасибо. Прошу прощения. Я на минутку. Алло. Извиняется же. Костя, волнуешься? Я? Нет. Ну, есть немного. Еще целый час до открытия. Да, да, да. Целый час. Нет, я счастлив. Персональная выставка. Мои картины в лучших коллекциях. Чего еще можно желать? Я очень с тебя рада. Спасибо. Моя мечта может тоже скоро осуществиться. Да? Какая? Мне предложили должность главного дизайнера. Да ты что? Правда? Я смогу выпустить собственную линию одежды. Здорово. Соглашайся. Спасибо тебе. Хотела с тобой посоветоваться, как всегда. Ну, что за разговорок? Я, конечно, за. Ну, не волнуйся. Все хорошо. Видишь, с работы наладилось. Да. У нас все хорошо? Да. У нас прекрасные дети. Да, дети, дети. Вот, кстати, где дети? Они, по-моему, опаздывают. Костя, еще целый час до открытия выставки. Ты что? Ну, все, ну, что это? Машка, да не волнуйся ты. К двум успеем. Друг крутую фотокамеру обещал подвезти сюда. Знаешь, какие фотки получатся с папиной выставки? Сюда это куда? Набережная эта большая. Сереж, ты как хочешь, но к двум нам нужно успеть на открытие. Успеем. Маш, опять голова? Все нормально. Я обезболивающее выпью. Слушай, Маш, а не много ли? Ты и так посреди время какая-то бледная. Меньше не помогает. Смотри, он вроде кино снимает. Может, он там? Пойдем, пойдем. Ну где главная актриса? Наш герой уже устал ждать. Сказала, что будет через три часа. У нее форс-мажор. Форс-мажор? Да у нее каждый день эти форс-мажоры. Мы не можем столько ждать. Я не знаю, ищите дублершу. Господи, ну вот же она. Девушка, дорогая. Ну что же вы? Так, в кино мечтаешь сняться, да? В кино? Ага. Тембр голоса тот же. Немножко поправим, и можно вводить в кадр. Вы что, реально ее снимать будете? Ничего сложного. Самое главное будет естественное. Мы снимем, потом все смонтируем, как нужно, и... А я... Ты, главное, не волнуйся. Конечно, не волнуйся. Предыстория следующая. Наш герой, как бы, очень долго ждет героиню, она все не идет. Внезапно, взволнованно появляешься. Ты подходишь к нему и говоришь, привет, давно ждешь. Это ты скажешь, да? Герой поворачивается и говорит свой текст. Это на этом все. Попробуем? Я даже не знаю. Отлично. Машка, давай. Пойдем, пойдем, пойдем. Давай, давай, давай. Можно попробовать. Давай, 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 давай. Признание в любви. Дубль первый, кадр первый. Начали? Ну, начали, начали. Привет. Давно ждешь? Всю жизнь. Игорь? Подожди. Ты что, значит, нет никакого фильма? Ты все это сам затеял? Маша, это самое лучшее, что случилось в моей жизни. Я очень тебя люблю. Выходи за меня. Ты делаешь мне предложение? Да. 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 Я так счастлива. Ты мой единственный. Ты же первый. Маша, доченька моя. Как ты меня напугала. А где я? Ты в больнице. Потеряла сознание на набережной. Игорь сделал тебе предложение. И ты согласилась. Помнишь? Помню. Я тебя очень люблю. И я тебя. Мама. Мама, а что со мной? Что-то серьезное? Я не знаю. 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 Требюш. У меня нет. Я не знаю. Требюш. все очень и очень серьезно вашей дочери нужна срочная пересадка части здоровой печени желательно донора родственника неужели все так плохо увы нужен донор операция сложная при трансплантации печень донора делится на две равнозначные части так чтобы донор выжил и пациенту досталась та часть печени которая сможет его организме полностью автономно функционировать я могу быть донором я мать к сожалению не можете да вы садитесь спасибо почему вас третья группа крови у маши первая может быть ваш муж маша не его ребенок ее отец погиб много лет назад подумайте кто еще может быть донором у маши есть еще родственники у андрея есть брат степан может это получается машин дядя он подходит да хорошо что ж такое то машка машка кость на что ты вздыхаешь что помоги ты мне записную книжку найти я уже все перерыва последний раз мы ему звонили пять лет назад я темно-коричневая моя старая записная книжка это темная коричневая старая да это сережин стол там нет старая темная коричневая может просто поехать к нему а если он уехал а если он умер уже в конце концов кость ну что ты говоришь ну не дай бог она да давай алло степан здравствуй это вера хорошо что узнал да сто зим я к тебе по важному вопросу ты не помнишь какая у тебя группа крови точно стёп можно мы к тебе завтра приедем важный разговор есть до завтра ну что первое красиво да помню в детстве мне очень нравилось когда в комнату первые лучи заглядывали какая же ты все таки у меня романтичная девушка я хочу жить любить и быть любим маш перестань ну что за настроение все будет хорошо вот и видишь а я не могу об этом не думать если не найдут донора я умру там с на с а Продолжение следует... 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 Таня, ты чего? Привет. Извини, я спешу. Мне папки нужно занести. Я всю ночь дежурила. Утром опять с работы заболели. Не-не-не, подожди, Таня. Таня, ну стой, стой. Таня, ты меня игноришь уже почти две недели. Значит так, два билета в кино. Извини, ты мне откажешь? А я не отказываюсь. Во сколько? Семь. Что, серьезно? Чудесная новость. Так значит, вас теперь двое. Ты и Таня. Я так счастлива. Да, понимаю. Вот, забежал в магазин, купил тебе витаминов. Представляешь, Сережка-то таки проспал всю ночь на этом кресле после тебя. Он и стою может спать, лишь бы точка опоры была. Силен. Игорь, ты письмо прочитала. Я... Все никак не могу успокоиться. У меня есть сестра. У меня есть сестра. Интересно, какая она? Где она? Так хочу ее увидеть. Маша, ты ее увидишь. Обязательно увидишь. Родители ее найдут. Игорь, налей воды мне, пожалуйста. Да, сейчас. Ой, подожди. Я сейчас. Я мигом. Я сейчас. Я сейчас. Не может быть. Где она? Кто? Девушка. Симпатичная такая, с которой ты только что разговаривал. А тебе зачем? Послушай, парень. Она моя, так что отвали по-хорошему. Ясно? Ясно, ясно. Я и сам с ее сестрой встречаюсь. С кем? Ты ничего не путаешь. У нее нет ради. Твою как зовут? Маша. Ну, а мою Таня? В чем вопрос? А в том, что твоя и моя сестры близняшки. Проблема только в том, что они не знакомы друг с другом. Так где она? Вот, просили вам передать. Спасибо. Постой, постой. Это твоя сестра лежит у нас в отделении? Какая еще сестра? Я сирота. А что? У нас в отделении лежит девушка Маша. А при смерти ей нужна пересадка печени. А донора нет. Я думаю, тебе стоит взглянуть на эту Машу. Только недолго. Я вели снатолуна. Значит, старуха была права. А у меня есть сестра-близнец. Таня, мама поехала искать тебя в интернат. Какое счастье. А почему обо мне вспомнили только тогда, когда с тобой случилась беда? А почему обо мне раньше не вспомнили? Почему не забрали тогда, после прихода старухи? Да ты хоть на секундочку, понимаешь, как это? Жить одной на свете. Мама не виновата. Все здесь. Таня, я не хочу, чтобы ты... Другая, я хочу. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Ну, вы же ничего не знаете, зачем вы так судите? Я не сужу. Я констатирую. Слишком много мамаш на склоне лет про материнскую любовь вспоминают. А то ли это муки совести, то ли на шею сесть хотят. А я сиди и разбирайся. Пошли. Товарищ директор, вы нам, пожалуйста, помогите найти нашу дочь. Вам ведь Вера все объяснила, да? Субтитры подогнали Симон. Будьте добры. Субтитры подогнали Симон. Нужен донор? Да, и как можно быстрее. У нее есть такой донор. Кто? Я. В таком случае я должен предупредить, существует большой риск очень серьезных осложнений для донора. Ты должна все очень хорошо взвесить. Давайте не будем терять времени. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.